Огурцы, томаты, перец, баклажаны, салатная зелень, земляника и розы, производящиеся на крупнейшем овощеводческом предприятии Ульяновской области, выращиваются по новым стандартам. В тепличном полным ходом идет внедрение энергосберегающих технологий, предприятие постепенно переходит на современную систему микроклимата, устанавливается специальное оборудование. В 2018 году крупнейшее предприятие Ульяновской области приняло программу развития, благодаря чему в первом полугодии года текущего объем продукции вырос на 1600 тонн. Также на территории хозяйства появится 33 теплицы, откроется более 100 вакансий. Ульяновская теплоснабжающая организация более чем на 50% выполнила работы по подготовке электростанций к зиме. Отремонтированы три паровых котла и три турбогенератора на ТЭЦ-1 и второй энергоблок ТЭЦ-2. Подрядчик капитально отремонтировал два трансформатора теплоэлектроцентрали, в ближайшее время завершится капитальный ремонт парового котла на ТЭЦ-1. В течение 40 дней завершится текущий ремонт первого энергоблока второй ТЭЦ. Все ремонтные работы идут в полном соответствии с графиком. Директор Ульяновского филиала ресурсников отметил, что созданный на ТЭЦ нормативный запас топлива позволит обеспечить надежное снабжение потребителей теплом и электроэнергией. Защита прав и социальная адаптация работников УАЗа, попадающих под грядущее массовое увольнение, на контроле губернатора Сергея Морозова. Глава региона отметил, никакие оптимизации не должны задеть благополучие ульяновцев. На региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений автозаводу поручено представить концепцию развития предприятия. Министерство промышленности и транспорта проводит работу с ульяновскими предприятиями по трудоустройству высвобождающихся работников УАЗа. Несколько компаний уже сейчас готовы предоставить рабочие места.